Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас на нашем YouTube-канале. Сегодня с вами ваши риэлторы Надя Эггерс и Дэйв Эггерс, который находится по ту сторону камеры. Сегодня мы будем по очереди снимать для вас этот ролик. Всем привет! Ребята, мы находимся сейчас... Просто это жемчужина какая-то, жемчужина побережья Атлантического океана. Находится эта жемчужина очень близко к побережью, Кока-Бич, Сэта-Лайт-Бич. Это город называется Мельбурн, но то, где мы сейчас находимся, это огромный, это мир как мирок в мире. Это место называется Виера. Это целый город. Изначально запланированный город со своими школами, со своими плазами, со своими магазинами. Огромнейший город. И он сейчас строится, расстраивается. Если кому-то интересны новые дома от застройщика, и вы хотите быть близко к берегу, но достаточно далеко от побережья, если вы боитесь ураганов, вот это место как раз будет для вас. По карте Юля вставит карту, где находится Мельбурн. Находится, так сказать, посередине между Бокаратон, Майами-Бокаратон и Джексон-Вилл. Рядом с космическим центром США, который называется НАСА. То есть, в принципе, вы можете смотреть запуск ракет, чисто сидя в вашем дворе, наслаждаясь бокалом шампанского и делая барбекю. Этот город включает в себя несколько разных комьюнити. Несколько билдеров здесь строят. Можно подобрать билдера на любой вкус. Ценовая категория от 400 тысяч и можно идти до полутора миллионов и выше. Здесь представлены, конечно, возможности для любого бюджета. Вот один из этих возможностей. Мы вам покажем с Дэвидом этот модельный дом. Этот дом находится в комьюнити, который называется Пенжея Парк. Это новая такая комьюнити. Сейчас здесь полностью идет застройка. Дэвид, покажи, пожалуйста, улицу. Вокруг стройка? Вокруг идет стройка. Вообще в Виера очень много стройки сейчас. Все новое. Это совершенно новое, современное комьюнити, где вы хотите растить своих детей. Кстати, про школы я не сказала. Здесь четыре элементарии школы. High school и middle school и все школы самого высокого рейтинга. A plus rating. Очень семейное такое местечко, недалеко от океана. Еще я хотела сказать, что, опять-таки, до океана, до пляжа, отсюда 15-20 минут езды. Буквально вы выезжаете за пределы этого города через мост, и вы уже на пляже. И также, если вы хотите посещать парки Диснея, всего 50 минут езды до парков Диснея. То есть вы находитесь, в принципе, в удобной, хорошей локации и в таком шикарном городе. По поводу этой модели Дэвид нам покажет. Я у него возьму камеру, мы будем меняться. Но я быстро скажу, что эта модель начинается от 700 тысяч и выше. Там уже будет зависеть от того, какую начинку вы сделаете модели. Четыре спальни, три с половиной ванных комнаты, гараж на три машины, размер дома 3393 square feet, приблизительно чуть больше 300 квадратных метров. Ну что, пройдем, посмотрим. Еще раз всем привет, это Дэй Вегер с вами, муж Надя. Редко бывает, но я буду с вами показать обзор дома. Надя помогает. Давайте начинаем. Надя уже объяснила, скажем, сколько комнат квадратных метров. Ну вот вход красивый. Очень хорошее качество здесь. У них много моделей. Это один из самых новых частей Вьера. Мы, если честно, очень быстро взглянули, значит, экскурсия будет и вам, и нам. Но очень красивый вход. И сразу, как обычно в Америке, офис. Вот посмотрите, подождите, ребята. Вот этой части очень часто не хватает в американских домах. Это прихожая. Да, отдельная. Между двумя дверьми. Модрум на английском называется. Можно грязнее веще. Это большая редкость. Обычно вход сразу в часть дома или иногда даже в гостиную. И много окон здесь. Очень блестящая комната. Можно, конечно, это будет гостевая, но без класса, гардероба. Конечно, считается как офис или день. Деревянный пол. Очень красивый пол. Хорошее качество. Надя сказала, грубо, 700 тысяч недалеко от океана. Мне кажется, цена хорошая. Вот где стоило. Гостевой санузел. Посмотрите, какое решение плитки красивое. Окно. Ребят, я сама захотела жить здесь. Инфраструктура. Классный гардероб. Ага, здесь. Прихожая. Кладовочка. Хорошо. Ребята, извините, да, снимаю я и Дэвид. Мы не такие профессионалы, как Юлия. Юля, мы по тебе скучаем сегодня очень-очень. Бои забавно. Ну, не обессудьте, да, пожалуйста. Мы сегодня, кстати, в этом комьюнити с Дэвидом закрываем нашего клиента, который построил себе дом. И решили заодно познакомить вас с таким прекрасным местом. Здесь у нас что? Да, это интересно. Ну, это, видимо, для модела, чтобы звонки делать, может быть, приватные. Какие звонки приватные? Не знаю, почему. Это комната столицы для вина. У каждого свое воображение. Дэвид думает, там. Это как офис. Можно секретные. Можно приватные звонки делать. Я думаю, что это просто комната, винная комната. Это было смешно. Ой, посмотрите, какая гостиная. Боже мой. Да. Бассейн. Наверное, потом Надя заканчивает видео с бассейном. Я покажу сначала. Living room. Да, красиво они сделали. Fireplace. И, конечно, телевизор там. Ребят, я уверена, что в эту цену не входят такие решения по интерьеру. Да, это уже будет все апгрейд. Или вы можете сами в будущем после покупки это сделать. Просто они показывают, как может красиво выглядеть модель. Ну, с 700 до 800. Шикарный остров. Да, очень красивая кухня здесь они сделали. Да, конечно, с апгрейдами. Шкафы красивые. Samsung везде. Appliances. Отдельная вытяжка. Да. И, кстати, хороший бланк здесь можно. Столовая. 8 мест. Даже 10 мест. Большая столовая. Смотри, какая светлая. Светлая-светлая. Ага, даже видно озеро. Кстати, это комьюнити, но Вьера вообще и их subdivisions называется. Много-много води, много озер. Это wetland комьюнити, который большой плюс, на мой взгляд, с точки зрения природы и красота. Да, построены все даже комьюнити. Здесь, опять-таки, я повторюсь, находится не одно комьюнити, их много, несколько билдеров. И практически все вот эти части. Это как здесь называется villages, да? То есть, как в переводе деревни, можно сказать. Ну, нет, но это просто отдельные части одного огромного города, да? Разные микрорайоны. Микрорайоны. Вот. И, да, построены вокруг озер. Да. Дальше объясняю, не знаю, создание комьюнити 70 лет назад. Но сначала, смотри, огромный пенджер. Ух ты, да, кладовка. Эко есть. Кладовая для круп. И отдельная... Причем даже есть отдельная раковина здесь. Я такой первый раз слышу. Да, я тоже. Это может быть бар. Вернее, ниже. Бар, но недалеко от основного. Хорошо, очень красиво. Я хотел продолжать по поводу Веры Сам. Мы сегодня узнали, что, грубо говоря, лет 70 назад, какой-то иммигрант из Словакии, Дуда, господин Дуда, купил здесь огромное количество земли. И это все его пленками. Уже 70 лет идет. Они говорят, что еще 30 лет вперед у них достаточно земли, чтобы строить его видение. И все очень красиво, господин Дуда. Господа, да, я хотела тоже добавить, что это мне немного напоминает... Мы уже снимали видео с городом Celebration, который строил Дисней. Когда-то он тоже скупил все те земли, нарисовал, придумал план всего комьюнити, как это будет выглядеть. И сейчас, и после его смерти Диснея, его наследники построили то комьюнити. Тоже такая же история с Севиера. Но тоже есть, например, Сарасото, район Сарасото, называется Lakewood Ranch, тоже огромный план комьюнити недалеко от Сарасото. Бока-Ратон имеет чуть поменьше. Но это легче делать в Централной Флориде, где больше земли, которые пока открыты. Пойдем посмотрим мастер-бедрум, который тоже на первом этаже. Это обычно считается плюс. Ну, давай посмотрим бедрум. Там еще мы пропустили копуту какую-то. Попуты наверху будем. Очень красивое дизайнерское решение в доме. Посмотрите на этот потолок. Первый этаж и видно бассейн. Очень красиво. Там у нас... Окна выходят на бассейн. Ну, естественно, еще... Чувак чистит. Да, еще все такое, знаете, в процессе стройки все комьюнити. Они очень быстро строят. Очень. Да. Вот этот Данжио парк самый новый, наверное. Вид на озеро. Так, хороший размер. И ванная тоже хорошая, большая. Проходим ванную. Вот, Надя, лучше объяснить все такие фичи. Все, красиво. Двойная раковина. Чистит дизайн, скажем, белый-черный. Простой отделанный туалет, конечно. Это хорошо. Ага. Душ. Душ, на мой взгляд, большой плюс, что можно вниз. На всякий случай много води бывает. Угу. Ступенька есть в душ. Угу. Это, наверное, ленинг клозет. Достаточно большой. Даже дополнительный сторидж. Редко бывает столько мест. И один огромный гардероб. Огромный, да. Очень большой гардероб. Ага. Ну, две части. Женская часть. Ага. Мужская. Женская, наверное, туда. Мужская сюда. И редко бывает, но гардероб пересекается. Ух ты. Да. Мужская драя рум. Это чтобы... Ааа, постирочная. Постирочная. Грязные одежды там, и можно быстро здесь. И не надо... Огромная, постирочная. Посмотрите на размеры. Ага. Да. Окно. С окном, с раковиной хозяйственной. Тёщный офис здесь, да. Тёщный офис. Опять Samsung. Ну, качество веера, кажется, хорошее. Может быть, не самый элитный билдер в Америке, но очень хорошее качество. Ну, оно выше среднего качества. И смотрите, вход в постирочную не только со спальни. Они просто сделали такой удобный вариант, что вы можете и со своей гардеробной зайти, и также можно зайти. Потом покажем дверь. Здесь у нас... Инфраструктура, кондиционер. Кстати, у них огромный фильтр, который плюс чистый воздух. И тоже сигнализация, Wi-Fi, технология. Всё отсюда. Инфраструктура, это тоже удобно. Да, здесь хорошо, что вся инфраструктура вместе. Кондиционер, сигнализация, Wi-Fi, всё технология можно управлять отсюда. Пойдём дальше. Да, здесь у нас выход в основную зону дома. Здесь тоже место для бар. Скажи, это двойное место. Это просто какой-то дом алкоголиков. Там будет гараж. Сейчас эта модель, они используют как офис, но там будет дизайн. Это три места, говорят, что гараж. Гараж на три машины. Пока у них сейчас здесь стены, офис. Окей, погнали быстрее. Наверху, а потом поменяем место, и Надя будет, где бассейн. Заканчиваем оттуда. Вот. Двухэтажный дом, конечно. Одна спалена первой. И, кажется, три будут здесь. Давайте сначала бонус-рум, который очень большой, красивый. Я первый раз видел, я представляю. Бильярд здесь можно ставить. И покер. Покер направо, бильяр налево. Очень большой бонус-рум. У кого что болит. Дэй Дэй Дэйд любит играть в покер и бильярд. И хороший балкон. Я бы из этой комнаты сделала вторую гостиную для детей. Как они ее сейчас и представляют. Бильярд, покер. Вот красивый вид. И хороший дизайн. Балкон, да. Большой балкон. Можно на соседей смотреть, проверить. Окей. Пойдем. Три спалные будет здесь. На втором. Куда? Налево, направо. Давайте налево. Мальчики, налево здесь. Две спалные. Спалные, давай. Я представляю, что они более-менее одинаково. Хороший размер. Хорошие. Ну, качество окон, кажется, нормальные. Хорошие. Крепкие. Мы не совсем рядом с океаном, но недалеко. Значит, с точки зрения погоды и ураганов. Противоураганные окна останутся, да. Они крепкие. Между таких двух спалных, конечно, есть Jack and Jill bathroom, можно сказать. Ванная для гостей или для детей. Ой, ребята, как же сложно управлять этим оборудованием. Они скучают про Юля. За Юля скучаю прямо сейчас. Вот такой санузел. Опять, чистый дизайн. Черный-белый. Очень мне нравится дизайн этого дома. Здесь еще одна спальня. Они одинаковые. Похоже, они одинаковые по размеру. Здесь геймер. Ой, это музыка. Это ты музыку включаешь. Нашел. Это, скорее всего, для модел. Скажи, давай посмотрим, что у нас за той дверью. Дэвид, можешь посмотреть? О, секретное место. Это просто плодовка. Плодовка. Да. Но много мест для вещей. Хорошо. И здесь я представляю еще одна спалная. Здесь направо. И ансуит. У них отделная ванная и даже гардероб. Это, можно сказать, VIP. VIP спалная. И хороший размер. Давай посмотрим вам, да? Ага. Да. Это если кто-то будет жить надолго с вами. Теша. Посетить. О, вот музыка. Чистые белые линии. Да. Черный, белый, серый. Модный, современный. Даже коврики хорошие качества. Хорошая гардеробная. Не везде. Да, кстати, ковролин у них очень хорошего качества. Чаще застройщики экономят на ковролине. Для модел. Очень высокие двери, кстати. Второй кондиционер. Два кондиционера. Очень высокие двери. Да, высокие потоки. У них очень много кладовых. Это очень большой плюс. Коллеги, я думаю, что от меня все. Будем паузу. И Надя заканчивает возле бассейна. Пока. Друзья, я вернулась. Дэвид оставил эту изюминку, эту вишенку на торте для меня. Выходим во двор. Посмотрите, какая огромная. Это просто полностью развяжная стеклянная стена. Лишний рабочий для бассейна. Да, открывается полностью выход на задний двор. Кстати, смотри. Обрати внимание, если получится. Здесь такие отверстия, как шурупы вставленные. Это заглушки. К таким домам идут уже в комплект противоураганные жалюзи. Они называются железные жалюзи, которые уже идут вам в подарок от билдера. И если объявлена ситуация урагана, они объясняют, как откручивать эти заглушки. И вы ставите противоураганные двери и окна. Смотрите, какой шикарный вид заднего дворика. Здесь у нас озеро. Как мы сказали, у нас очень... Не у нас. Я бы хотела, чтобы у нас такое было. Вот здесь много-много озер. И это натуральные озера. Созданные природой, я имею в виду. Красивый бассейн здесь. Да, хорошее место они сделали здесь. И посмотрите, под крышей накрытая огромная задняя веранда. Там, мне кажется, придумано место для кухни. Барбекю. Сама китчин. Здесь подвод. Я так думаю, что это вода. Добавить грил. Ага. Ну, у меня слов нет. Мне очень нравится. И модель очень нравится. И место само очень нравится. На этом, друзья, мы с вами попрощаемся. Если у нас получится, мы еще одну модель снимем. Но пока я хотела вас поблагодарить, что вы с нами. Вы нас смотрите. Если у вас будет больше вопросов по этому комьюнити, пожалуйста, обращайтесь. Я вам больше расскажу. Я, кстати, по цифрам не прошла. Здесь, Дэвид, было написано H.O.A. 720 в квартал, да, по-моему? 80 долларов в месяц. 80 долларов в месяц. Это очень высокие чуей для такого стиля жизни. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok